В детскую областную клиническую больницу передали высокотехнологичное оборудование. Оно позволит оказывать еще более квалифицированную помощь юным пациентам. Поставка стала возможна благодаря фонду помощи врачам-героям при поддержке регионального правительства. Тем продолжит Наталья Чекет. В нашем режиме вакуума можно выставить различные показатели давления, с которым будет работать аппарат. Это вид ультра. Он предназначен для быстрого и безболезненного заживления ран. Благодаря инновационным технологиям сокращается и продолжительность лечения. Специалисты отмечают, что отечественный прибор экспертного класса имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами и используется в федеральных клиниках. Помимо вакуума, с помощью данного аппарата можно лекарственные вещества подавать непосредственно в рану. Тем самым добиваясь санации более быстрой раны. Это достаточно широкий диапазон заболеваний. Во-первых, обширные раны. Есть опыт использования данных аппаратов при лечении ожоговых ран. Также длительно незаживающие трофические язвы. А в прошлом году фонд передал больнице высокочастотный аппарат для искусственной вентиляции легких. Он применяется в реанимационной практике и при дыхательной недостаточности. Оборудование позволяет эффективно насыщать кислородом кровь пациентов. Оно предназначено для детей от 28 суток до 18 лет. Плюсы у этого аппарата в том, что это совершенно другая физика работы аппарата, который спасает жизни по своей структуре оказания помощи ребенку. Он позволяет минимизировать негативные последствия применения в той или иной ситуации при поражении легких, при применении традиционной ВЛ. То есть он работает немножко по-другому и с большей эффективностью. Наличие таких высокотехнологичных аппаратов помогает улучшить качество и доступность оказания помощи маленьким жителям Верхней Волжи. И немалую роль в этом играют благотворительные организации, которые передают больницам такие необходимые для лечения пациентов в аппараты. Медицинская организация, она всегда питается из нескольких источников. Это федеральные средства, это региональный бюджет, который занимает значительную долю наших расходов. И, конечно же, это благотворительные средства. Они, может быть, занимают не очень большой процент из всех наших покупок и всех наших приобретений, но достаточно важны именно в таких вот точечных вещах. На прошлой неделе президенту благотворительного фонда помощи врачам Герой Кириллу Маслеву, глава региона Игоря Руденя, вручил почетную грамоту губернатора Тверской области. Награда коллектив фонда удостоен за значительный вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи юным жителям Верхней Волжи. Благотворительный фонд помощи врачам Герои при поддержке регионального правительства проводит акции по передаче оборудования в детские учреждения здравоохранения региона.